Привет, меня зовут Наталья, мне 40 лет и я плюс-сайз, но я считаю, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и при любом весе. Поэтому у себя на канале я рассказываю про то, как поддержать нашу красоту при помощи уходовой косметики, как подчеркнуть достоинства при помощи косметики декоративной и немножечко о стиле и гардеробе для девушек с пышными формами, как я. Если это звучит как что-то для вас интересное, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, добро пожаловать. Я буду рада пообщаться с вами в комментариях под своими видео, которые обычно выходят три раза в неделю, но в последнее время из-за хорошей погоды я, честно говоря, немножко забастовала и чуть-чуть пореже их выкладываю, но думаю, что в скором времени все вернется опять в режим трижды в неделю. Так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать свои временные уведомления о выходе моих видео. А сегодня мы поговорим немножечко про драму американского ютюба, но не про ту, про которую говорят все. Там Шейн Доусон, Дженна Марблс, Джеффри Стар, Тати, Джеймс Чарльз, Линн. Ну, про это все, честно говоря, говорят, извините за каламбур. И мне не захотелось вставлять свои пять копеек, тем более, что то, что я бы сказала, ничем бы не отличалось, по сути, от того, что говорят все остальные блогеры. Поэтому я решила эту тему оставить за скобками, я посмотрела несколько видео, мне стало все понятно, мне стало неинтересно, и я как бы пошла дальше. Но тут мое внимание привлек другой микро, пока что, по крайней мере, скандальчик. Пошла некая волна негатива в сторону очень популярной марки Drunk Elephant. Я видела уже три видео от блогеров разного размера, я сейчас говорю, естественно, про американских блогеров, потому что это cancel culture, когда бренд бойкотируют, она на русскоязычном пространстве вообще пока что, я так понимаю, не прижилась, это только в Штатах чуть что сразу начинают бойкотировать. И я уже от трех блогеров разного размера видела подобные видео, что типа все, конец Drunk Elephant, я больше не буду поддерживать эту марку, я больше не буду покупать их продукты, я больше не буду про них рассказывать на своем канале в таком духе. И я немножечко углубилась так как бы в тему, потому что марка очень распиаренная, очень популярная. Как бы я всегда считала, что у них такая какая-то аура неуязвимости, то есть они настолько круты, что ничего они не могут сделать, чтобы облажаться и чтобы люди перестали им доверять. Как оказалось, могут. Не знаю, во что выльется эта небольшая пока что волна, но посмотрим, я вам сейчас расскажу, как бы что произошло, что происходит, каково мое мнение насчет продукции этой марки и мое отношение к вот этому вот скандалу. И будем наблюдать, запаситесь попкорном, посмотрим, что из этого всего получится. Итак, марка называется Drunk Elephant, что в переводе означает пьяный слон, и на логотипе у них слоник изображен, я сейчас ставлю их логотип на экране. Основана она в 2012 году матерью четырех детей, как это везде очень сильно подчеркивается. Зовут ее Тиффани Мастерсон, и как очень любят рассказывать историю своего бренда в Штатах, началось все с того, что она сама не могла подобрать себе подходящий уход для кожи. У нее комбинированная кожа с очень жирной тезоной, а вся остальная кожа очень-очень сильно чувствительная. Ей было очень сложно найти продукты, которые не будут раздражать ее кожу. И она как бы стала сравнивать то, чем она пользуется, что оказывает влияние раздражающее на ее кожу, что не оказывает. И, в общем, пришла к выводу, что у ее кожи проблемы с шестью ингредиентами, которые она назвала шесть подозрительных ингредиентах. Six suspicious ingredients. И когда она убрала их полностью из своей уходовой рутины, ее кожа нормализовалась, цвет лица выровнялся, покраснения, раздражения пропали. В общем, все стало зашибись и хорошо. По крайней мере, так гласит история бренда. И тогда она приняла решение основать свою марку без вот этих шести ингредиентов. И сейчас я вам скажу, что это за ингредиенты. Эфирные масла. Там написано drying alcohols, то есть спирты. Но есть жирные спирты, есть вот эти алкоголь динатурат. Ну, в общем, назовем это алкоголь. Силиконы, химический SPF, отдушка и краситель и SLS. Что означает sodium lauryl sulfate или по-русски lauryl sulfate натрия. Это PAP, поверхностно-активное вещество. То есть, то, что обычно добавляют во всякие пенющиеся, моющие продукты, но и не только. Я знаю, в последнее время есть большое течение, что стараются девушки отказываться от шампуня и моющих средств SLS. Сразу ставлю свои пять копеек. Что касается этих шести ингредиентов, я особой чувствительности на своей коже к ним не замечала. Если моя кожа уже раздражена, то есть уже скомпрометирован липидный барьер, то эфирные масла и алкоголь и некоторые отдушки могут вызывать дополнительное раздражение. Но если вот как сейчас у меня с кожей абсолютно все в порядке, то ни SLS, ни силиконы, ни химический SPF, ни эфирные масла ничего плохого в моей коже не делают. И поэтому мне представляется дальнейшее несколько странным. Очевидно, что владелица бренда решила, что все проблемы с кожей вызваны именно этими шестью ингредиентами. И что не бывает проблем с кожей, которые не вызваны чем-то другим. И что не бывает кожи, у которой нет проблем с этими ингредиентами. Мы дальше еще немножко этого коснемся, но мне такой подход кажется немножко странным. То есть она экстраполировала свой собственный опыт на все остальные 7 миллиардов населения Земли. Мне кажется, это абсолютно ненаучно. И человек с таким подходом не должен основывать линию по уходу за кожей. У продукции этой марки очень классный визуальный дизайн. У них действительно хороший дизайнер поработал и над упаковкой, причем как с точки зрения эффективности этой упаковки. Потому что у них очень много с безвоздушными помпами, система подачи, как защелкиваются все эти механизмы. Очень классно придумано. Очень многие вещи такие действительно продуманные, чтобы обеспечить минимальное проникновение воздуха в продукт. Минимальную необходимость лазить там пальцами. Все герметично, все запаяно, все очень классно в этом смысле. И также визуально эти продукты выглядят очень-очень красиво. Минималистично и при этом достаточно так слегка медицински. В общем, очень классно поработали над дизайном упаковки и над визуальным образом бренда. Как бы здесь шляпу долой, респект и уважуха. И что касается названия, тут уже начинаются у нас проблемы. Бренд назван «Пьяный слон» якобы в честь того, что в Африке есть такое растение марула. И его плоды падают на землю, слоны их едят. Но поскольку плоды на земле полежали в жарком климате, то они перебродили и слоны от этого пьянеют. Якобы. Потому что на самом деле журнал National Geographic опубликовал большую статью разгромную по поводу того, что ничего такого не происходит. Слоны вообще не едят эти плоды с земли. Они их, естественно, срывают с веток. Потому что зачем есть с земли, если можно сорвать с ветки. И даже если бы они ели с земли, совершенно не значит, что они бы от этого пьянели. И, в общем-то, такого феномена, как пьянеющие слоны, в Африке не существует. Это маркетинговый трюк, чтобы привлечь внимание к сафари. Чтобы люди платили деньги и ехали смотреть на этих якобы пьяных слонов. То есть, собственно говоря, легенда этого бренда – это полностью пустышка. И, собственно, причина, по которой они назвали свою марку в честь вот этих слонов, которые якобы пьянеют, это то, что во всех их продуктах содержится масло этого дерева марула. Я, кстати, не проверяла список ингредиентов у всех их продуктов. Действительно ли везде содержатся. Потому что у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Я не уверена, что там в гиалуроновой сырворотке или в сырворотке с витамином С тоже содержится это масло марула. Но так, по крайней мере, заявлено, что во всех их продуктах содержится масло марула. Причем само масло я лично не пробовала, но отзывы на него очень хорошие. Много есть у этого масла поклонников. Проблема только в том, что ценовая политика очень разная у марок. И если 30 мл от бренда Drunk Elephant стоит, по-моему, 70 долларов, то 30 мл от The Ordinary стоит чуть ли не 7 долларов или 10 долларов. Есть еще, конечно, другие марки, которые продают тоже это масло и с очень разной ценовой политикой. Ну, дешевле Ordinary, по-моему, никто не продает, но дороже Drunk Elephant есть варианты. Так что 70 долларов за 30 мл – это далеко не предел. И всегда, как бы, аргументом для этого является то, что не все масла одинаково собраны. Не все масла собраны достаточно этично с точки зрения отношения к природе, к человеческому труду. И в то же время не все масла там хорошо очищены и правильно подготовлены для того, чтобы дать максимум кожи. И опять ставлю свои 5 копеек. Исходя из моего опыта, я не вижу большой разницы между маслами. Причем даже не то, что между одним и тем же маслом, но от разных производителей, но даже маслами с разным источником, то есть из разных растений, на мне все масла примерно работают одинаково. И, значит, история такая, что если мы верим в то, что более дорогое масло более этичным образом собрано и там лучше очищено, лучше подготовлено, лучше упаковано, то мы хотим каких-то подтверждений, естественно, об этом. И некоторые компании их действительно предоставляют. Но компания Drunk Elephant никогда не снизошла для того, чтобы рассказать, каким образом они собирают, как они приобретают свое масломарулы, которые используют в своей продукции. Потому что вся их продукция сделана в Соединенных Штатах, но это значит, что они у кого-то это масломарулы закупают. И это сейчас на самом деле большой такой хайп получило, потому что даже достаточно безобидная майка, которая содержится практически во всей декоративной косметике, оказалось, что где-то там используется рабский труд или где-то там что-то там токсичное. И, в общем, люди начинают все больше и больше интересоваться действительно источником тех или иных ингредиентов, собственно говоря, как они были собраны, где они были собраны, в каких условиях, как они были очищены, как они были подготовлены и кто вообще тот поставщик, что это за компания, что это за люди, которые это все предоставляют, собственно говоря, финальному вот этому производителю. Потому что, естественно, все эти ингредиенты просто закупаются у разных поставщиков. Никто, ни одна практически компания не имеет там собственных плантаций, на которых они это полный цикл делают, начиная от того, что сажают и заканчивая банками в магазине. Так это, не знаю, к счастью или не к счастью, но так это не происходит в мире. И от компании Drunk Elephant так и не поступило никакой информации относительно их источника масла Марулы. Но они утверждали с самого начала, что они делают пожертвования в фонд защиты слонов, и что, конечно, многими людьми было воспринято очень позитивно, хотя я не знаю, я не уверена, что можно любые пожертвования воспринимать позитивно, потому что в Соединенных Штатах вот эта система того, что вы делаете какой-то донейшн, делаете какие-то пожертвования в фонды, она зачастую является такой полулегальным способом ухода от налогов. То есть, как бы вполне легально уходят от налогов, но эти фонды, зачастую за этими фондами стоят те же люди, которые в эти фонды жертвуют деньги. Получается, что они как бы жертвуют фонд, это все равно их деньги, и в итоге круговорот денег, а от налогов они ушли. Собственно говоря, вот какая-то такая схема бывает. Не буду утверждать, что случай с Drunk Elephant это действительно так. Тем более, что, опять же, есть некий нюанс. Drunk Elephant никогда не опубликовали информацию относительно того, сколько именно денег они пожертвовали в вот эти фонды защиты слонов. То же самое произошло, когда сейчас поднялась эта волна хайпа по поводу Black Lives Matters, и многие фонды призывали компании сделать пожертвования и дать информацию относительно того, какой состав у них в их офисе, в их коллективе, какой состав этнический представлен. И, насколько я поняла, я, опять же, не буду стопроцентно говорить, я, во-первых, с чужих слов это повторяю, во-вторых, могла сама что-то не понять и ошибиться, но я так поняла, что Drunk Elephant отказались и делать пожертвования, и тем более говорить о своем этническом составе. То есть они выразились так, что им кажется неприемлемым подобная, господи, как же это было, инвентаризация людей, и вам просто придется поверить нам на слово, что мы в нашей компании придерживаемся высоких этических стандартов, и у нас разнообразие всех полов, рас, возрастов и так далее, и тому подобное. То есть, по сути, получается так, что каждый раз, как у публики, у общественности возникает в компании какой-то вопрос на таком глобальном уровне, то компания им тем или иным образом дает понять, что мы вам не скажем, как это есть, но вы должны верить в то, что у нас самые лучшие намерения, и мы решаем эту проблему наилучшим из возможных образом. Что касается меня, я не считаю, что любая компания относительно своих источников, относительно своих работников должна давать, или относительно пожертвований, должна давать любые пояснения, которые затребует общественность. В конце концов, мы живем в свободной стране, хочу, даю объяснения, не хочу, не даю. Они там в Америке тем более считают, что они живут в свободной стране. Но, тем не менее, скажем так, такое отношение заставляет немножко задуматься. То есть, если бы нечего было скрывать, можно было бы совершенно легко ответить. Хотя, возможно, они просто выдерживают такую позицию, что мы не хотим отвечать и не будем отвечать, и стараются воспитать некое уважение к прайвеси бренда. Я не знаю, что я сказала, по-моему, какую-то глупость, но, в общем, может быть у них такая позиция. То есть, скажем, если бы это был какой-то человек один, персона какая-то, то индивид, то я бы с уважением отнеслась к его нежеланию раскрывать какие-то источники, раскрывать какую-то подноготную. Но когда это компания, это выглядит немножко странно, потому что, по крайней мере, в американской культуре не принято такие вещи скрывать и не принято подобным образом отвечать или, наоборот, игнорировать, как в случае с источником масла. Но это так себя ведет бренд, когда к нему обращается какая-то широкая общественность. Когда же к нему обращаются частные лица, например, подписчики в Инстаграме и их клиенты в службу поддержки, то уже ходят легенды о том, насколько ужасная кастомер-сервис у Drunk Elephant. Служба поддержки, по идее, должна работать только с заказами, которые происходят непосредственно на сайте марки, а марка продается очень много где, кроме собственного сайта, то есть и в американской Сифоре, и у нас в Европе на Культ Бьюти можно приобрести. И, соответственно, когда вы покупаете там у Сифора или у Культ Бьюти, вы разбираетесь с техподдержкой сайта. Но слухи эти ходят, легенды эти ходят именно о техподдержке именно компании Drunk Elephant. То есть, возможно, туда обращаются не только люди, которые купили продукт у них на сайте, но и люди, которые купили в другом месте, но хотели бы какую-то дополнительную информацию или какие-то комментарии. И вот говорят, и есть скриншоты в сети, что очень негативно марка Drunk Elephant относится к любой критике или к любым таким вопросам даже скользким. Я оставлю внизу в описании к видео ссылки на видео трех разных ютюберов, которые говорили об этой марке. Вот молодой человек, забыла, к сожалению, как его зовут, он в своем видео там говорил, что он когда-то, когда еще был начинающий ютюбер, начинающий там косметолог, какой у него образовать, да, по-моему, косметолог. Он спросил в инстаграме марки, ему показалось, что продукт содержит силикон, потому что в составе было написано силика, и он не знал, что это разные, как бы, разные ингредиенты, и он спросил, что вот в такой форме, что я вас очень люблю, я все время покупаю ваши продукты, я такой большой фанат, но вот я тут чуть-чуть не понял, а можно я спрошу, вот вы же говорили, что у вас силиконов нет, а здесь силика в составе, не могли бы вы как-то это прокомментировать и объяснить? На что ему представитель марки ответил просто кратко, силика это не силикон. И он такой, типа, я, ну, говорит, окей, я понял, но мне стало немножко обидно, что таким образом меня просто отбрили. Ну, ладно, это ерунда, но на самом деле по сети ходят скриншоты того, как представители марки пререкаются просто с клиентами и просто перебрасываются сообщениями, перебрасываются имейлами, как в директе, так и в открытом доступе. И эти дискуссии в таком духе, что вот у меня, допустим, какая-то реакция на ваш продукт. Этого не может быть, отвечают представители марки. Если у вас какая-то негативная реакция на наш продукт, значит, вы используете другие продукты других марок, в которых содержатся вот эти шесть подозрительных ингредиентов. На что человек отвечает, да нет, я использую эксклюзивно только ваши продукты. На что представитель марки говорит, от наших продуктов не может быть раздражения, если у вас есть раздражение, значит, вы нас обманываете, у вас все-таки есть какие-то другие продукты других марок. Я такая, что? Что? Во-первых, во-первых, обвинять своих собственных клиентов во лжи, это вообще додуматься надо. Но ладно, оставим это за скобками. У Drunk Elephant в арсенале есть сыворотка с витамином С, есть сыворотка с кислотами, есть пилинг кислотный, есть крем с ретинолом. И на все эти ингредиенты у людей может быть реакция, потому что, во-первых, индивидуальная непереносимость, возможно, вообще на все что угодно. А во-вторых, просто очень чувствительная кожа может реагировать именно на эти ингредиенты, потому что это очень сильные активы, очень такие мощные активы. И, естественно, они могут вызывать раздражение. Уж до последнего года ваша покорная слуга считала, что у нее чуть ли не слоновья шкура, и при этом все равно некоторые типы ретинола, некоторые типы кислот меня, мою кожу довольно-таки сильно раздражали. Ну, последний год моя кожа что-то взбесилась и стала гораздо более чувствительная, чем раньше. А раньше я могла себя кислотами вот так вот мазать, и ничего не было, но все-таки некоторые пробивали даже мою железобетонную шкуру. Поэтому я совершенно не удивляюсь, что у кого-то может быть на кислоты, на ретинол, на витамин С негативная реакция, но относиться к этим вопросам, к этим претензиям подобным образом со стороны службы поддержки, мне кажется, очень-очень странным. Есть версия, что, по крайней мере, в какой-то момент аккаунт в соцсетях этой марки вела непосредственно сама основательница Тиффани, и именно поэтому так агрессивно она допрехивалась от любой критики, от любых вопросов, потому что, ну, это логично, когда ты что-то сам создаешь, и ты очень этим гордишься. Многие создатели чего бы то ни было, будь то контент на Ютьюбе или марка уходовой косметики или, как в моем случае, дизайн интерьера, многие люди сравнивают свое творение и отношение к нему с ребенком и отношением к нему. Я этим особо не страдаю, я не считаю свои проекты за своих детей, но, тем не менее, у меня тоже есть желание защищать свои проекты от любых нападок, потому что, ну, это как бы часть меня, это продолжение меня. Я понимаю, что если ты что-то создала, то, что добилось определенных больших успехов, потому что марка была очень успешна, и при этом кто-то как-то негативно-критично высказывается, у тебя первая реакция – это дело защищать всеми возможными способами. И это всегда очень эмоционально и всегда очень лично для человека, и, ну, как бы поэтому, я считаю, вообще-то неправильно вести аккаунт соцсетей для марки человеку, который, собственно говоря, эту марку основал и ей владеет или совладелец или еще как-то эмоционально к ней привязан. Но с маленькими молодыми марками это сплошь и рядом бывает, но с какого-то определенного момента 100% нужен для этого отдельный человек, только не тот интерн, про которого Лена Ленский-Бьюти рассказывает, который там кочует из компании в компанию, делает всякие глупости и гадости, и после этого руководство за него извиняется и обещает уволить, и, видимо, увольняет, и он переходит в другую компанию. Ну, нет, кого-то толкового надо сажать на место человека, который управляет соцсетями. Ну и, насколько я понимаю, что касается комментариев в Инстаграме, все по довольно-таки понятному канону развивается. Комментарии негативные удаляются, людей блокируют, более того, говорят, что сейчас у них стоит какой-то фильтр, что ты, когда публикуешь комментарий, и если в нем есть вот это словосочетание, которое забанено у них, то ты сам свой комментарий видишь, но если зайдешь с другого аккаунта, ты его не сможешь найти. Ну, как бы, такие какие-то вещи. Опять же, с эмоциональной точки зрения прекрасно понимаю такое отношение, но с точки зрения имиджа бренда выглядит это как-то не очень солидно. Ну и вообще, типичная для американцев фигня, что владелец марки от имени своей марки, то есть с аккаунта своей марки, начинает обвинять какие-то другие бренды, которые им вроде как конкуренты, в том, что они что-то делают не так. Я так понимаю, что была некая склока с Ordinary, что вполне логично, потому что, я как уже сказала, Ordinary предлагает аналогичный продукт масла Marula в 10 раз практически дешевле. И потом была какая-то, опять же, смута с Glossier, что Drunk Elephant обвинили, что Glossier копирует их упаковку. В общем, всякая вот такая фигня, я считаю, абсолютно недостойная бизнесмена, недостойная крупного бренда. Очень интересно, продолжится ли подобная политика в соцсетях, потому что кое-что поменялось. Осенью 2019 года компанию Drunk Elephant у Тиффани Мастерсон выкупил концерн Shiseido. Shiseido — это не только та косметика, которую мы видим в наших магазинах, люксовая. Это огромный-огромный концерн, который владеет огромным количеством марок. Это огромная корпорация типа L'Oreal, которым, если вы вдруг не знали, то концерну L'Oreal принадлежит огромное количество марок, включая Maybelline, между прочим. Раньше это были типа конкурирующие марки. И, соответственно, это так называемая Umbrella Company, то есть компания Zontic, под которой много-много разных брендов. И что любопытно, что всегда Drunk Elephant были знамениты тем, что они веганы и они cruelty-free, то есть их косметика не тестируется на животных. Но при этом корпорация Shiseido не является cruelty-free. То есть большинство их брендов не заявляют, по крайней мере, о том, что они не тестируются на животных. Ну и поскольку это азиатский рынок, то, скорее всего, Shiseido хочет продавать свою продукцию в Китае. И, соответственно, Китай требует тестирования на животных, и Shiseido никогда не декларировал, что они cruelty-free. И вообще по этому поводу есть споры, если компания cruelty-free принадлежит другой материнской компании. Вот это не компания Zontic. По английски это Umbrella Company, по русски это материнская компания. То есть если материнский вот этот холдинг не является cruelty-free, можно ли компанию, которая под ними, считать cruelty-free? Потому что, что касается движения денег, то деньги все равно двигаются в карманы людей, которые не поддерживают отказ от тестирования на животных. Так что тут как бы есть разница. Ну и многие спрашивают, останется ли марка cruelty-free. Конечно же, представитель бренда ответил, что да, безусловно, мы останемся и веганы, и cruelty-free. Но можно ли этому верить, с учетом того, что они паразитируют на идеи пьяных слонов, которых не существует в природе? Вот в чем вопрос. Ну и под конец еще раз ставлю свои пять копеек относительно моего отношения к марке, моего опыта с их продуктами. С customer service я не имела никакого опыта. У меня было, мне кажется, три продукта. Я совершенно точно помню, что я пробовала их знаменитую сыворотку с витамином С. Я совершенно точно пробовала их гиалуроновую сыворотку Hydra B5, по-моему. И я пробовала их Sukari Baby Facial Peeling кислотный. Ни один из этих продуктов не произвел на меня впечатление, чтобы купить его в полноразмере. Что касается Sukari Baby Facial, это маска кислотная. У меня таких было довольно-таки много. И, к сожалению, на меня они не особо-то действуют. То есть на меня очень хорошо действует сочетание глины с кислотами. Типа маски Glam Glow беленькой Super Matte. Моя одна из самых любимых очищающих масок. Вот такие маски прямо у меня все вытягивают из пор. Действительно классно чистят кожу. Если это чисто кислоты, которые призваны в основном к тому, чтобы бороться за текстуру кожи, то они на мне особо не работают, потому что у меня текстуры кожи как таковой нет, честно говоря. У меня кожа очень гладкая. Если это чисто глина, которая призвана очищать поры, то она на мне тоже не работает, потому что у меня узкие и тугие поры, не особо-то загрязненные. И на мне глина дает вообще нулевой эффект. Поэтому только вот в комбинации они на мне работают. Именно глина и плюс кислоты. И Сукари Baby Facial на мне давал красноту лица минут на 20. Потом, когда краснота сходила, я видела как бы то свое лицо, которое было до применения этого пилинга. Я не поняла эту маску от слова совсем. И в процессе ее использования испытывала некий дискомфорт. Она немножко печет и краснеет лицо. И на фоне отсутствия последующего результата я не вижу смысла. Тем более, что она еще и очень небюджетная. Что касается их гиалуроновой сыворотки, ну это совершенно обычная рядовая гиалуроновая сыворотка. Еще и довольно-таки слабенькая. Вроде бы как ее надо использовать не просто как сыворотку, а там смешивать, вмешивать ваш увлажняющий крем. Но скажите мне, зачем это надо, если есть на рынке огромное количество, не знаю, там миллион, наверное, гиалуроновых сывороток, всяческих, разнообразных, с совершенно разной ценовой политикой. Начиная от Ordinary, чья, кстати, гиалуроновая сыворотка мне не понравилась от слова совсем. Потом очень классная сыворотка у Timeless гиалуроновая. Супер потрясающая сыворотка, но дорогая у Pestel Montar. Это то, что только я пробовала. Плюс есть еще там у SkinCeuticals очень дорогие. То есть, ну, полно этого на рынке. Огромное количество. Ну, практически у каждой марки, которая делает сыворотки, есть сыворотка с гиалуроновой кислотой. У тех же корейцев там, у Елизавека какой-нибудь. У кучи разных брендов. Короче, можно найти все, что угодно, что ты просто намазываешь на лицо. Тебе не надо там ничего смешивать, ничего, какой-то подход искать. В общем, мне показалось, эта сыворотка абсолютно рядовая. Еще и для гиалуронки достаточно слабенькая. При этом цена у нее совершенно не слабенькая. И что касается их культового продукта, конечно, в сыворотке с витамином С, тут у меня вообще большие сомнения. Ну, лично меня от этой сыворотки обсыпало. Но я не могу быть уверена на 100%, что она не была просроченная. Потому что, когда я ее выдавливала на руку, она была абсолютно янтарного такого коричнево-желтого цвета. И это обычно показатель того, что сыворотка уже окислилась и ничего полезного в себе не несет. Так что, вполне возможно, моя кожа реагировала на то, что сыворотка была просрочена. Однако, должна сказать, что я никогда не видела, чтобы сыворотка от Drunk Elephant выглядела как-то иначе. Всегда, когда я вижу какие-то обзоры на нее в виде поста в блоге, в каком-то видео, она всегда такого ярко-янтарного цвета. Концептуально сыворотка от Drunk Elephant очень похожа на вот эту от Timeless. То есть в ней соединены L-ascorbic acid, то есть L-аскорбиновая кислота, фирулевая кислота и витамин Е. И вот у меня, посмотрите, как выглядит новая, никак не выглядит абсолютно прозрачная водичка, сыворотка от Timeless. Когда она у меня была раньше в бутыльке с пипеткой, она под конец использования, где-то после второго месяца, начинала чуть-чуть желтеть. Но янтарного цвета она у меня не становилась абсолютно никогда. Ну, может быть, если ее 6 месяцев продержать, вне холодильника, еще там поставим где-нибудь на полочке, где на нее свет солнечный попадает, то тогда она такой и станет. Но у Drunk Elephant упаковка свето-непроницаемая, безвоздушная помпа, и каким образом сыворотка у всех такого янтарного цвета, мне совершенно непонятно. Ходили слухи, что они ее подкрашивают, но вроде как они же писали, что они не подкрашивают свои продукты. У них же заявлено, что без дополнительного ароматизатора и без подкрашивания их продукты идут. И совершенно невозможно определить, является их сыворотка окислившаяся или не является за счет этого цвета. Я знаю, что кто-то с ними списывался, и вроде как они отвечают. Я знаю, что были блогеры, которые с ними списывались по поводу оттенка сыворотки, что она, дескать, окислившаяся. Кому-то высылали замену, кого-то игнорировали. В общем, я теряюсь, честно говоря, в догадках. Но на моей коже эта сыворотка вызвала прям большие проблемы с забитыми порами, с прыщами, что для меня совершенно не характерно. Так что вот я как раз отношусь к той категории людей, у которого на один из продуктов Drunk Elephant была негативная реакция. Еще раз, не могу быть уверена, что дело было не в том, что сыворотка просрочена, но есть так, как есть. В связи с этим, я честно скажу, у меня нет никакого интереса пробовать дальше эту марку. Если бы я захотела попробовать масло Марулы, есть масса отзывов в интернете, на ютюбе, в том числе один из моих любимых блогеров Гатамисты сравнивала эти два масла и говорила, что, конечно же, вроде как масло Марулы от Орденари лучшее, кручее, там собрано каким-то особым образом. Но вообще, вот реально, если вот так использовать повседневно, вы этого особо не чувствуете. Ну, может быть, масло Марулы от Орденари немножечко не такое легкое, немножечко пожирнее, потяжелее на коже лежит, медленнее чуть-чуть впитывается. Но принципиальной разницы никакой нет. И я даже не уверена, что та разница, которую она описала, это реальная разница, а не то, что ей просто показалось. Потому что мы люди, и нам свойственно иногда приписывать более дорогим продуктам какие-то более лучшие качества, которыми они на самом деле не обладают. Так что я не вижу никакого для себя резона покупать эти продукты. Для всего, что делает Drunk Elephant, есть аналоги на рынке абсолютно, может быть, ни один в один, ни ингредиент в ингредиент. Но для каждого типа их продукта есть на рынке аналог. Практически все эти аналоги более дешевые. И я не вижу смысла тратиться больше на эту марку, с учетом того, что мой опыт был негативный. Что касается бойкота, я не собираюсь никого бойкотировать. Я уже много раз говорила у себя на канале, что я, в принципе, такими вещами не занимаюсь. Мне не интересно, кто там из владельцев что в соцсетях сказал или сделал. Меня интересуют продукты, его эффективность, его цена, его упаковка и так далее. Если меня все эти пункты устраивают, я, честно скажу, я до сих пор не столкнулась с тем, чтобы владелец марки сделал что-то такое, что я бы отказалась от действительно очень классного продукта, который мне очень нравится, только из-за вот этих вот этических соображений. Можете считать меня беспринципной в этом смысле. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно будет с вами пообщаться. Во-первых, пробовали ли вы что-то из марки Drunk Elephant? Какое у вас впечатление от их продуктов? Считаете ли вы, что они стоят своих денег? Может быть, что-то для вас стало вообще особым must-have? И, во-вторых, конечно, является ли то, что я вам сегодня рассказала, для вас основанием, чтобы перестать эту марку покупать? Ну, мне кажется, как я уже сказала, на русскоязычном пространстве вообще не в части вот этого cancel culture, что мы будем бойкотировать этот бренд, потому что марка что-то сделала такое, разэдакое. Но напишите, для вас приемлемым является покупать от марки, которая ругает своих подписчиков в соцсетях и своим клиентам через службу поддержки хамит и врет по поводу истории своего бренда и так далее. Или вам это абсолютно все равно. Большое спасибо вам за просмотр. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк. Может быть, поделитесь в своих соцсетях, если вы думаете, что кому-то еще это будет интересным. А я с вами на сегодня прощаюсь. До встречи. Пока.